Привет! Мой сегодняшний эфир будет про коммуникацию. А поможет мне этот эфир сегодня провести? Одноглазик? И лисичка? Кипит вообще! Чуть я правильно приехала. На самом деле я все чаще и чаще рассказываю сам принцип коммуникации, как люди передают мысль из одной головы в другую голову и на удивление для многих это становится не то чтобы открытием, а таким новым ракурсом. Поэтому я подумала, что надо это, наверное, на видео записать. И вот, собственно, что я и сейчас и запишу. Значит, самый простой акт коммуникации между двумя людьми. Вот есть один людь, есть второй людь. Допустим, вот этот человек хочет что-то сказать другому человеку. У него здесь вот в голове такая мысль. Эту мысль он телепатически передать не может. Поэтому ему нужно пропустить эту мысль через мозг, сформулировать эту мысль и дальше через ротик что-то из речи. Это если устная речь. Если письменная, тогда ему еще нужно то, что он сформулировал, еще нужно выложить в условный текст. Дальше этот текст, тут должна быть какая-то компьютерная графика, такой, этот текст такой переходит к этому человеку, к лисичке, в глаза ему попадает сначала. И дальше, в зависимости от того, как лисичка умеет интерпретировать эти тексты или эти слова, которые он говорит, дальше это что-то превращается в мысль в голове. И понятное дело, что далеко не всегда то, что то, как человек думает, это совсем не то, что он формулирует. Это совсем не то, что он написал. Это совсем не то, что передалось. Это совсем не то, что увиделся. И совсем не то, что человек думает второй по поводу того, что было написано. То есть вот такой абсолютно формальный и часто употребляемое слово, что в процессе коммуникации много смыслов теряется. Да-да-да, но только в реальности это, блин, это думал одно, сформулировал другое, передал третье, понял четвертое, увидел четвертое, подумал пятое. Окей, а дальше этот чувак, не дай бог, еще должен дать обратную связь этому чуваку. И тогда получается все то же самое, только в обратную сторону. Чувак подумал, формулировал, передал, увидел, подумал. В результате даже между двумя одноглазиком и лисичкой, даже между двумя этими чуваками в одном круге коммуникации уже куча-куча всего потерялось. В реальности это как выражается? Ну, например, то есть хотел написать комментарий об одном, получилось сформулировать совсем другое, в процессе письма подумал третье. Значит, этот чувак увидел со своей призмы что-то там прочитал четвертое, подумал, ответил десятом. Капец вообще, а не коммуникация. И люди друг друга не понимают, люди друг друга обвиняют в том, что вы все дураки, формулировать не умеете. Но в любом случае это будет дано в задачке, вы не сможете по-другому, вы не сможете телепатически перенести мысль отсюда досюда. В результате что получается? Что мы, комментируя чьи-то мысли в фейсбуке или на сайтах, мы комментируем свое понимание того, что мы увидели. Как люди после этого живут, я вообще плохо себе представляю. Но в реальности давайте посмотрим, на что это влияет и почему, например, есть смысл рассматривать образование с коммуникационной и с медийной точки зрения. Это, собственно, моя фишка, что я в образование тащу медиа, а в медиа тащу образование. Заняться больше нечем. Значит, что у нас получается? Допустим, вот это учитель. Нет. Да, вот это учитель. Учитель такой стоит в классе, у него в голове своя мысль, своя мотивация, свое желание что-то донести до мозга учеников. Ученик такой сидит, это там учета говорит, через устную речь. Не факт, что эти уши что-то умеют понимать. Не факт, что те наглядные материалы, которые учитель подготовил, они понимаем мы вот этими чуваками. А их же он еще не один, их же еще, блин, 30 человек сидит. У каждого своя призма, у каждого свое преломление. Представляете, напряг какой у учителя, когда он должен странслировать и получить более-менее адекватную обратную связь от его учеников. Что происходит в медиа? Представьте, что этот журналист или реактор газеты. У него в голове своя картинка, свое понимание, что он должен сказать своей аудитории. И у него вот этой аудитории, которая его читает, допустим, открыла она газету, включила в этот момент в телеке или радио в этот момент включила. То есть у него аудитория даже не 30 человек, а у него аудитория несколько тысяч человек. И то, что он говорит, нифига вообще, эти люди понимают совсем все по-другому и дают ему обратную связь. И пока были традиционные СМИ, пока был просто телек, пока были просто газеты и журналы, пока было просто радио, вот этой обратной связи ее не было. Мы, вот мы журналисты, мы редакторы, нифига не знали, что на самом деле думают и как они понимают наши материалы. И вот для этих людей, если учителя-то хотя бы они сразу видят в классе обратную связь, кто-то спит, кто-то там, значит, ковыряет в носу, кто-то смотрит в окно. То же для журналистов это был вообще ужасный шок, когда они пришли в интернет и в социальные сети и увидели реальную обратную связь, и увидели реальных людей, для которых они все это предыдущее время писали. И скорость адаптации, скорость вообще понимания того, что происходит, и научение как-то подстраиваться вот в эту уже не вещательную схему, а в коммуникационную, когда есть обратная связь, причем очень быстрая обратная связь. Научение происходит очень болезненно, очень долго. И вот те люди, которые быстро адаптировались, они смотрят на своих коллег, которые еще говорят в интернете, сидят от них козлы, и говорят, ну как же, как же, там смотрите, есть такие прекрасные сообщества, а это вопрос просто скорости адаптации. Про скорость адаптации я сделаю отдельную серию, покажу. Вот, и получается, что вот в образовании есть люди, которые хотят нам донести светлое и хорошее, и в медиа есть люди, которые хотят нам донести светлое и хорошее. Но вот это вот взаимодействие, это коммуникация, перенесение мыслей в голову другого человека, это все коммуникационные акты и законные коммуникации, которые надо изучать, и которые очень слабо, я прям вот аккуратненько скажу, очень слабо преподаются в среде педагогической, и чуть лучше, чуть лучше преподаются в среде медийной и журналистской. И, собственно, на волне вот этого всего, всего многообразия, появились люди, которые быстро адаптировались к этому и там сформулировали, что они хотят сказать. И тут появились блогеры. И эти блогеры говорят то, что они хотят, то, что они думают вокруг себя, формирует некое сообщество людей, которые готовы слушать то, что они говорят. И вот блогер такое вещает, и чувак его слушает, комментирует, вот у них взаимопонимание. Технология дала возможность соединяться тем людям, которые хотят потреблять эту информацию, те люди, которые готовы производить эту информацию. Затык получается и среди образовательных блогеров, и среди, ну, обычно таких медийных блогеров, затык получается в том, что те люди, которые работают в институциональных медиа и в институциональном образовании, внезапно выяснили, что количество людей, которые хотят их слушать, не должны, а хотят их слушать, их очень мало. И они недовольны, блин, потому что у них появилась альтернатива, потому что у них появились какие-то там видеоблоги, где математику объясняют интереснее, чем на уроке. Появились какие-то дистанционные курсы, которые, не знаю, веселее, развлекательнее рассказывают физику и химию, чем это. Как только появилась альтернатива для тех людей, у кого кто привык вещать, кто научен вещать и кто считает себя таким человеком, которого обязаны слушать, вот им сейчас больше всего больно. Я вообще очень нежна к людям, иногда, не всегда, но стараюсь нежно. Я стараюсь понимать людей и стараюсь объяснять им ситуацию, в которую они попали. Но если вы хотите в этом мире многообразия, быть успешными, быть востребованными, быть людьми, мысли которых слушают, хе-хе, одноглазики, вам придется осваивать не техники вещания, не техники, как лучше донести свою мысль. Вам придется осваивать техники коммуникации. Это как понимать аудиторию, как ее тестировать на входе, как узнавать, не спрашивая напрямую ее интересы, ее мотивацию, как превосхищать ее вопросы, как предугадывать эти ответы, как режиссировать ваше взаимодействие, если вы хотите, чтобы эта аудитория вела себя так, как вы хотите, то есть вам придется режиссировать. Вам придется осваивать эти техники. И это совсем не про то, что научите, как читать классные лекции, или научите, как писать текст в газету. Это все нифига не про это. Коммуникация – это про понимание вот этих людей, про признавание того, какие они на самом деле, а не какими бы мы хотели их видеть. То есть вот для меня, почему между коммуникацией и между медиа, и между образованием очень-очень небольшая граница, ее практически нет, как раз потому, что и в образовании, и в медиа люди пытаются, одни люди пытаются донести свою мысль до других с той или иной долей обратной связи. Мы отдельно поговорим про разницу между журналистами и блогерами, отдельно поговорим про вот эту вот адаптацию нового, про 5 стадий принятия горя и всего остального. Но вот основная штука, к которой я постоянно обращаюсь, и поэтому ссылку на это видео буду давать постоянно людям, что как только вы связаны в своей работе, связаны с людьми, взаимодействием с людьми, вам нужно отрабатывать не умение писать тексты в первую очередь, там потом до 5 текстов доберемся, вам нужно отрабатывать не знание каких-то мультимедийных форматов, вам нужно отрабатывать умение наблюдать за людьми, понимать людей, предугадывать их действия, собирать про них информацию, то есть все то, что связано вот с человеками, с которыми вы будете работать. И только после этого мы уже учимся, как использовать разные медиа-каналы, как использовать разные медиа-форматы, как различными способами вовлекать людей в взаимодействие. Ну то есть все это основан, без основы понимания людей, понимания коммуникационных процессов, все это наносное и бесполезное, потому что любой инструмент, он нейтрален, без понимания зачем, для какой цели, на каких людей, на какой сегмент вы будете применять этот инструмент, без этого, без понимания людей, уже вообще не взлетает абсолютно. Хотя люди гораздо более активно и гораздо более радостно учатся инструментом и форматом, мы это все прекрасно понимаем, потому что мы-то изучали людей, мы-то понимаем, какие волшебные таблетки они ищут и как они формулируют свои запросы. Но вот если вы в эту сторону хотите копать, в сторону медиа, в сторону образования, поймите, что без базовых навыков сбора информации, сегментирования аудитории, формулирования и составления персонажей, разделения по разным сегментам, в зависимости от разного поведения, от разных ценностей, вот без этого, без этого всего, но все сложно в коммуникации, прям очень сложно. Вот, поэтому, если чего, пишите вопросы, если что-то осталось непонятным, пишите вопросы, я на них реагирую, отвечаю и до встречи в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok